На Украине в последние годы очень активно распространяется миф об истории России. Этот миф звучит примерно так. Дескать Россия очень долго носила другое название, а именно название Московия, или Московское государство, они ссылаются на то что в Европе рисовали карты с названием Московия, и на то что в некоторых старых писаниях есть такое словосочетание как Московское государство. Ну что же, давайте мы с вами разберемся что все это значит и что из этого правда, а что ложь. И для начала хочу сказать, что государство с названием Московское государство, вообще никогда не существовало. Ну и конечно тут может возникнуть вопрос, а откуда тогда подобные карты, и упоминания этого государства. А все дело в том, что было такое государственное образование как Московское княжество. Это княжество самое первое стало активно противостоять монголо-татарскому игу и одержало серию побед, над монголами, а в 1480 году произошло эпохальное событие, под названием стояние на реке Угре. И это была стратегическая победа русских войск над ханом Большой Орды. И как раз этот эпизод в истории считается окончанием монголо-татарского ига. Исходя из этого мы видим, что было Московское княжество. А теперь давайте посмотрим определение слова княжества, в украинской википедии. И мы там видим, что княжествами раньше называли государствами с монархией, как правило небольшого размера, а в то время почти все страны мира были монархическими. И тут же мы видим похожее словосочетание, а именно, киевское государство. То есть если совсем просто, то слово княжество, переводится как государство. А летописцы уже через несколько лет в будущем слово княжество, просто меняли на более новое слово, на тот момент этим словом было государство. Во времена раздробления Руси, на княжество, все княжества Руси являлись отдельными государствами, в том числе было и Киевское государство, и Рязанское государство, и Черниговское государство, и Смоленское и так далее. По сути именно по причине раскола, и разногласий, между русскими княжествами, монголо-татары с легкостью поодиночке их уничтожали, и заставляли платить им дань. А Московское княжество развивалось лучше и быстрее остальных русских княжеств, и оказалось самым сильным, и впоследствии смогло объединить соседнее княжество под своей властью, в объединенное Русское царство. Московское княжество, или как его стали называть Московское государство, было лишь частью Русского царства. Само собой Московское княжество, гораздо чаще других упоминалось в документах, поскольку оно было главным государство-образующим княжеством. С этим мифом мы разобрались, но и тут же может возникнуть следующий вопрос, а зачем же на Украине раздувается миф, о том, что Россия, была не Россией, а Московским государством. А причина этому исторические факты и документы. Дело в том, что по всем историческим фактам, и документам, они не украинцы, а русские, это записано во всех исторических документах, на территории самой Украины, их же собственными предками. И то же самое написано, и во всех зарубежных исторических летописях. Они сами себя называли русскими. Например, Богдан Хмельницкий называл себя только русским и ни разу не называл себя украинцем, даже более поздние знаменитые личности не называли себя украинцами, например, такие писатели как Тарас Шевченко или Иван Франко, при том, что слово «Украина» на тот момент успешно существовало. А вот исторические записи и документы, где народ, живущий на территории современной Украины, именуются русскими. И самое важное, то что написаны, эти исторические документы, самими жителями Малой Руси. И с этими историческими фактами, не спорят, даже украинские историки. Впрочем, документов, где предки современных украинцев сами же себя именуют русскими, очень много, не вижу смысла все перечислять, так как видео не об этом. Но как вы возможно слышали, на Украине сейчас принято ненавидеть, все русское. И именно с этой целью создан миф о таком государстве как Московия. На Украине принято говорить, что в этой Московии жили или живут вообще не русские, а некие московиты. Поскольку тогда получится, что они ненавидят сами же себя и своих же предков, из-за того, что скрыть тот факт, что они были русскими, просто невозможно из-за исторических документов. Коих очень много. Украинских псевдоисториков даже не смущает тот факт, что сами русские во всех летописях, в том числе и зарубежных, именуются только русскими, и нигде, и никогда, не называли сами себя, московитыми. При этом есть и еще более нелепая версия, дескать те русские, которые записывались в старых летописях через одну букву «с» и мягкий знак, это вроде как другое слово, но это еще более глупая версия. Поскольку это было просто написание слова «Русь» и «Россия» в старорусском писании. И если приглядеться, тогда почти все слова писались немного по-другому. Эта разница в писании с годами есть в любом языке мира. А слово «Русь», с греческого и по сей день, так и переводится как «Россия». То есть Россия, просто взяла греческую версию, написание своей страны. Так же как и православие, пришло к нам от Греции, а точнее от Византии. При этом национальность русский, как и много веков назад пишется через букву. Кстати, соседняя Польша, когда-то называлась Великое Герцогство Варшавское. То есть, в названии государства присутствовало название столицы Польши, Варшавы, но при этом никому бы и в голову не пришло, сказать что современные поляки, это не поляки, а например варшевиты. Давайте теперь разберемся с латинскими картами, и документами, где указана Московия. Действительно, вы можете сами видеть, такое название было. Хотя были карты тех же лет, где указана Московия, Россия, или просто Россия. Вот к примеру карта Скандинавии, созданная в 1539 году. И здесь же обозначены соседи Скандинавии. На севере видна Россия белая. А в районе Смоленска, немного южнее, видна Россия черная. А вот на карте той же Скандинавии, 1570 года, голландского картографа Абрахама Артели, уже видна хорошо заметная запись, Руссия. А вот карта Меркатора, 1595 года, здесь тоже крупными буквами обозначена Россия. А на карте Мира Блау, 1635 года, указана надпись Россия, она же Московия. А вот карта России, того же Блау, 1645 года, там так и написано, Россия, а в просторечии, Московия. А сейчас я показываю карту, на которую любят ссылаться украинские историки. Вы видите знаменитую карту Баплана, выполненную в 1648 году. И давайте ее увеличим. И мы видим, надпись на латинском, Киевия. То есть аналогичную, как и слово Московия. И что же теперь получается, если на территории Московского княжества, жили некие московиты, то по их же собственной логике, на территории Малой Руси жили киевиты. Это конечно сарказм. А ведь именно на эту карту Баплана Гандиуса, ссылаются украинцы, настаивая, что это и есть доказательства существования страны, под названием Украина, а также и великого украинского народа. В правом нижнем углу есть описание карты, давайте его посмотрим и переведем. И мы видим надпись, на латинском. Цитирую перевод. Это общий план безлюдных земель, обычно называемых Украина, с прилегающими провинциями. Словосочетание «безлюдные земли» как-то немного портит общее впечатление. Что же это за страна такая, с безлюдными землями? И что же это за народ, живущий там, где нет людей? А вверху над этой надписью, хорошо виден герб Польши. И он прямо дает понять, кому принадлежит эта территория. Ну и раз мы уж заговорили о Киеве, давайте я вам покажу ряд документов, в доказательство того, что киевиты, реально существовали. Итак, Московия, и Киевия. Они зачастую встречаются в одних и тех же текстах. Само собой, только в иностранных. Еще никто не нашел оригинальных русских документов, где были бы записи, например, простые люди или правители, такие как Иван Иоаннович, царь Московии или Владимир Мономах, великий князь Киевии. А есть и такие варианты, где к Московии и Киевии прибавляется и множество других. Например, Новгородия, Плесковия, Твирия, Рязания, Волыния и т.д. Вот рукописный текст 1573 года, тоже видим надпись Киевия. Есть и печатные издания. А есть и где Киевия и Русь, упомянуты в одном тексте, но Русь относится к Московии. Да, именно к Московии. Да это же просто зрада. Есть даже печати с надписью Киевия. А это печать 1585 года, где указано Киевия. А вот на карте Блау, 1665 года, есть прямая надпись Киевия. Есть даже развеселая Кизовия. Со столицей в Киеве. А вот еще на карте Абрахама Аларда, можно увидеть и Киевию, и Московию. Есть карты, и с надписью Киевия, Русия. А на карте Баптиста Гаманна, 1716 года, можно увидеть и Киевию, и Московию, вместе. При этом надпись Московия, присутствует на карте современной Украины. Имеются даже разные написания слова Киевия. Имеются, кстати, и энциклопедии, которые объясняют эти самые Киевии и Московии. Но само собой украинские патриоты про это не знают. И любят упоминать только Московию, а про свою родную Киевию, забывают. А вот вам и реальные факты, того что, если есть Киевия, значит есть и Киевиты. А вот еще Киевиты. И снова Киевиты. Ну, просто, о, очень много Киевитов. Поверьте, я могу набросать еще много Киевий, но думаю, и этого хватит. И если бы моя цель была создавать подобные фейки, как на Украине. То я бы сейчас во все услышание закричал бы. Да вот же они, вот же этот народ под названием Киевиты, и страна Киевия. Как например это делают многие украинские псевдоисторики. Больше всего про это любит лгать псевдоисторик с канала ЛЖ История Руси. Он этот бред, почти в каждом своем ролике упоминает. А вот про Киевитов, говорить он не желает. Но давайте вернемся к картам. Это карта 1630 года, и здесь уже Украины мы не находим, даже если увеличить эту карту. А вот еще карта, Исаака Маса 1637 года, с надписью Московия. И Украины тут тоже нет. Но на месте, место где должна быть Украина мы видим надпись. Дикая окраина. По всей видимости там живут дикие окраинцы. И заметьте, эта карта латинская. А ведь современные украинцы любят говорить, что окраиной, Украину называли только в России, как видите не только в России. Следующая карта 1626 года, созданная Николасом Висхером, и снова на месте Украины видим надпись, Дикая окраина. А вот карта Фредерико де Вита 1680 года. Тут Дикая окраина, тоже есть, но уже на территории России. Хотя этот факт может удивить только безграмотного, поскольку не секрет, что окраин или Украин, было множество, польское, псковское, немецкое, окское, сибирское и т.д. Да и населяли эти земли вовсе не украинцы. А вот так Баплан описывает Украину в 1660 году. Цитирую. Описание Украины, которая является некоторыми провинциями королевства Польши. Простирается от пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании. Выходит, что тот же самый Баплан описывает Украину как польскую провинцию. А ведь именно на него ссылаются, украинские историки. Да и в России были подобные карты, например, Новгородской губернии, то есть, эта карта только части русского государства, а не отдельное государство или народ. И кстати, на картах того времени можно увидеть еще указания и Волынии, и Подолии, и Сибири, и Урала, и даже Рязани. А территорию современной Львовской области указывают как Леополис. А такими словами начинается название одной из печатных цветных гравюр шеститомного Атласа Брауна и Гогенберга 1617 года выпуска, и звучит оно так, цитирую. Леополис, то есть Львов, это юг России, это один из центров торговли, восточными товарами. При этом слово Россия, уже указано через две буквы С. И тут у меня возникает справедливый вопрос, а что например та же Волыния, или Подолия, или Киевия, получается тогда тоже были государствами, и отдельными народами. Ведь они тоже указаны на карте того же времени и весьма крупными буквами. Конечно же нет, картограф Баплан указывал просто регионы Польши, либо регионы соседней России, и это можно прочитать в его же описании. А регион не может считаться отдельным государством. Это видно и по гербу, который указан на карте, говорящий, что провинции, которые указаны на его карте, принадлежат Польше. Ну а что же за народ тогда, населял эти земли? У Баплана нет ни одного упоминания, об украинском народе, послушайте, как сам Баплан описывает эти земли, в своих записях. Отсюда вышли те отважные люди, которые в настоящее время называются запорожскими казаками, и рассеяны с давних времен, в различных местностях, по Борисфену, и в его окрестностях. Число их в настоящее время, достигает 120 тысяч человек, очень выносливых и готовых, менее чем за неделю к выполнению любого приказа, идущего от имени короля, они исповедуют греческую веру, называя ее русской, свято почитают праздничные дни и соблюдают посты. А вот еще цитата. Русская шляхта, среди них очень немногочисленна, подражает польской, и кажется стыдится того, что принадлежит к другой, неримской вере, в которую они переходят ежедневно, хотя вся знать и все те, кто носит имя князей, происходят из греческой православной веры. А вот цитата Баплана про Киев. Между Киевом и Печорами, на горе, которая возвышается над рекой, находится монастырь русских монахов, а немного ниже, следует Третьимиров, это, русский монастырь. Как вы видите, в его цитатах есть русские монастыря, русские монахи и русская шляхта. И никаких украинцев Баплан не знает и не упоминает. И на этом все, спасибо за ваше внимание, названия всех документов указаны, поэтому каждый сможет проверить их подлинность. Основные материалы для видео были взяты из статей пользователя под ником АМП, ссылки будут внизу. Всем пока!